здорово это домашний канал валерки мы продолжаем проходить бесконечное лето визуальную новеллу вот немного разгрузиться немного расслабиться после не знаю хардкорных всяких там стримов и прохождение типа президента давайте просто почитаем посидим вникаем сюжет вот отдохнем так сказать окей похоже я несколько переборщил со временем обычные толпы голодных пионеров возле столовой не наблюдалось так да и внутри было немноголюдно так я не помню где мы закончили мы поиграли по моему в покер да типа там а чё дальше мы там сделали я забыл наверное большинство детей позавтракал еще до 9 часов и хорошо меньше народу больше кислорода в дальнем углу столовой одиноко сидела лена и лениво ковыряла вилкой нечто бесформенное отдаленно напоминающая кашу позавтракать с ней отличная идея тихо спокойно и можно о чем-нибудь поговорить ну или хотя бы попытаться я уже было направился в сторону как меня кто-то схватил за рукав женя вчерашний библиотекарша или завтрак и садись есть разговор чего стоишь я несколько растерялся извини но не слишком ли это резко а что такого бери завтрак и садись похоже для нее такое поведение совершенно нормально так извини но я уже с леной договорился ладно подожди минутку ну ладно чего у нее есть разговор такой чуп на голове очередь так ладно у нее есть разговор да что-то на серьезно так вроде как-то серьезно настроена давай подожди минутку там не знаю почему но я согласился вдруг получится узнать что-то новое все-таки она книжный червь через минуту я уже сидел на против жения передо мной на столе стоял поднос с нехитрым набором блюд каша овсяная 2 из яйца вареных хлеб белый 4 куска сосиска вареная одна штука компот из непонятного набора фруктов и ягод один стакан в принципе слушай неплохой завтрак да неплохой завтрак так приятного аппетита спасибо я решил быть вежливым а также постараться есть как можно аккуратнее не чавкая не роняя на себя кусочки еды и не обливаясь компотом так о чем ты хотела поговорить сегодня у нас библиотеки дальше я не слушал не сразу вспомнилась слова ольги дмитриевны а намеченных на сегодня мероприятиях а да там же какие-то мероприятия точно не забудь а чего говорю не забудь после обеда прийти в библиотеку зачем ты меня вообще не слушал нет честно признался я жени сначала покраснела потом кажется позеленел а потом ее лицо приняла нежно-фиолетовый оттенок ну да как как такой же оттенок как ее волосы сегодня после обеда в библиотеку понял хунта проклятая кто хунт хунта или хунта пункта это еще что за матерное слово такое неведомое хотя пионер же не ругаются как я мог забыть ах да конечно извини обязательно приду естественно никуда идти не собирался но чтобы разговорить человека неплохо сначала пойти на уступки слушай а какой сейчас год что-то совсем со счета сбился я решил играть в открытую она недоумно посмотрела на меня ответила совсем что ли крыш поехала признаться последние несколько дней есть такое подозрение жене ничего не ответил так какой год я мило улыбнулся слушай может тебе медпункт сходить а там мне подскажут какой год и не только это подскажут женя встала и направлась к входу подожди ты же не доела но она похоже даже не собиралась оборачиваться окей вот вам и разговор я доживал сосиску которая больше напоминал кусок витой витой пары интересно есть у них здесь интернет откуда пионер за соседним столом заметил что я разговариваю сам собой покосился на меня а я в ответ улыбнулся и помахал ему рукой после такого дружелюбного приветствия он почему-то быстрыми шагами покинул столовую даже не доев завтрак еду и покончено самое время отправиться на поиски разгадок да мы короче да решили же это узнать хотя в какую-то информацию точно через некоторое время дорога вывела меня к медпункту там не нужно точно делать нечего хоть медсестры показалось мне весьма доброжелательное лучше держаться от нее подальше такая доброжелательность скорее пугает возможно что ты и знает но я не решался вот так запросто взять и зайти в медпункт и более нет никакого полу даже самого малюсенького погружены в свои мысли я и заметил медсестру стоявшую на крыльце привет пионер она подожгла ближе никак заболел подлечиться пришел да нет я гулял просто понятно все с тобой про и гучи но раз уж пришел у меня для тебя есть ответственное поручение я вопросительно посмотрел на нее а слово поручение мне стало не по себе уж слишком добровольно принудительно оно прозвучало миссера ехидо улыбнулась вы мне поможете составить опис лекарств которые сегодня привезли хрена у нее глаза разные я только заметил мы кто мы неужели она решила что недостаточно вежливо со мной хотя куда уже вежлив привет из-за спины медсестры выглянула лена странно что я не заметил после ужина приходите сюда я лене все объяснила она тебе потом расскажет лекарства значит привезли сегодня но по словам ольги дмитриевны автобуса не будет еще несколько дней получается сегодня кто-то приезжал в лагерь да с утра из райцентра что нет ничего просто вот и славно пионер значит вечером после ужина сразу сюда может быть я может быть я это время я совсем не замечал лену действительно ее навыками маскировки позавидовал бы и опытный спецназовец и сам наверно сам фишер я и одна могла бы справиться там много несколько коробок ты что тем более пионер всегда готов так пионер она взглянула на меня и как-то не по-доброму улыбнулась тратить весь вечер на подобную работу мне совсем не хотелось тем более есть дела и поважнее но и отказываться вроде как неудобно хотя не будь здесь лены я бы что-нибудь обязательно придумал так попросила вечером ей помочь хорошо я приду окей вот и славно так и должен отвечать настоящий пионер даже после этих ее слов я вряд ли стал бы больше соответствует лозунгу будь готов всегда готов тогда можете идти я перевел след на лену которая все так же смотрела себе под ноги наверное за все время что она разглядывала землю можно неплохо изучить жизнь и повадки различных насекомых прибавить к этому что Лена любит читать и наверняка прочитала много книг по биологии ботанике и так далее может она хочет стать энтомологом а куда ты дальше слова Лена отвлекли меня от этих непонятных мыслей мы уже давно просто стояли на площади а мои размышления о жизни жуков всего лишь повод отвлечься от неловкой ситуации впрочем что здесь неловкого только ты не забудь хорошо не забыть чего ну как же вечером после ужина битпункт на ее лице промекнула тень недовольства да нет не может быть такого конечно конечно сразу после ужина я ведь в своем распоряжении я сплотился но было уже поздно после этих слов Лена еще больше покраснела надо было как то разрядить создавшиеся напряжения а почему медсестра именно тебя попросила не знаю я просто сидел на лавочке читала книжку что она подошла и как ну с ее стороны обрадится к человеку который точно не откажет ясно ладно тогда после ужина хорошо я пойду тогда да конечно она направилась куда то в сторону кружков а я еще некоторое время просто стоял на площади и что дальше я решил зайти ненадолго домой чтобы заврать мобильник неизвестно куда меня еще сегодня занесет а время знать нужно всегда хотя не прошли ли взять а завести часы в обычный фоновый шум пионер лагеря закрылась какая-то новая мелодия я прислушался похоже на электрогитару три повторяющихся аккорда не более того однако эта мелодия казалась какой-то теплой словно пропущенной через ламповый усилитель хотя откуда такая роскошь звуки доносились очевидно со стороны сцены интересно кто бы это мог быть так стоит пойти посмотреть какая разница надо продолжить искать ответы ну в принципе хз я думаю блин надо все-таки найти ответы а то мы все ходим уходим 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 куда-то нас все заносит и мы все все как-то пропускаем ответы как-то не можем их найти и тогда и т.п. какая разница да пусть себе играет мне сейчас не дает ты и вот именно я вернулся в домик вожат ольга дмитриевна вальяжно развалилась на кровать и читала книжку Семен а что ты а ты что здесь делаешь это мне бы стоило спросить да я забыл кое-что вот и вернулся на линейку ты так и не пришел да извините ладно это все равно не отменяет того что ты должен сегодня заняться чем-нибудь полезным я и планировал только полезны для себя а не для окружающих например ээээ можешь пойти на площадь помочь убраться там за главную славя странно пару минут назад на площади никого не было или зайти к ребятам в кибернетический кружок и им там что-то нужно было опять отцы основателей ну и наконец можешь помочь спортивному клубу а там что они ремонтируют спортплощадку чинят лавочки сетку на воротах меняют и прочее мелочи честно говоря ни один из вариантов меня не устраивал почему она всегда пытается нагрузить меня какой-то работой серьезно кроме слави никто здесь особо не придурж не перетруждается а отдельные личности и того больше в полной мере наслаждаются молодостью и тунеядством все попытки вожатых знать меня чем-то казалось преследовали одну цель не дать мне понять где я нахожусь ведь действительно когда ты ловко орудуешь метлой борясь с мусорной армадой экзистенциальные мысли отходят на второй план в моем случае такая трудотерапия могла бы пойти на пользу но как больной гангренный будет до последнего отказываться от ампутации так и я до последнего буду защищать свой образ мыслей знаете у меня вообще то свои планы были да и какие же она оживилась но не могу же я ей в самом деле рассказать все что у меня на уме с одной стороны почему бы и нет но с другой это может быть опасно по крайней мере сейчас сохраняется какое-то хрупкое равновесие мне ничего не угрожает хотя бы с виду так я и думал что именно думала вожатое было понятно и так видимо ты еще до конца не понял как важно участвовать в общественной жизни ведь только так ты сможешь стать образцовым пионером еще одной длинной лекции на эту тему я бы просто не пережил поэтому решил согласиться на предложенные ей варианты в конце концов ответы в этом мире можно найти в самых неожиданных местах наверное ну или мне за тебя выбрать голос вожатый не терпел возражений уж как-нибудь сам проворчал я себе под нос и вышел из домика так окей пожалуй помогу славе думаю помогу ребятам в постройке гигантских роботов ладно я помогу спортивному клубу пойдем к славе из двух ну или из трех зол надо выбрать меньшие вроде как бы у них там какой-то флирт как-то искра славя славя злом в принципе не являлась поэтому и выбор был очевиден любой нормальный человек хочет жить в чистоте но обычная уборка казалось мне сложнее занятием в тренажерном зале полезно но не для меня однако красить лавки или находиться в общественных а в обществе двух будущих гений в российской или советской науке еще хуже на площади собралось человек десять пионеров странные откуда они вдруг понабежали я подошел славе привет ой привет ты помочь пришел ну не по своей воле конечно я спохватился понятно бери метлу твой участок рядом с памятником на самом деле убирать там было особо нечего все и так казалось довольно чистым однако кое-где мусор все уже валялся помахав метлой в некоторое время я вернулся к славе которая села отдохнуть в скамеечку хороший сегодня денек да только жарко она прикрыла глаза ладони посмотрела на небо ты прямо ударница коммунистического труда да брось ты я просто люблю помогать другим это хорошо а ты что я ну я так понимаю что тебя несколько тяготит общественная работа да наверное почему не знаю но в самом деле не буду же я на нее вываливать все свои мысли на этот счет утонет еще не дай бог может ты не любишь кабаню вполне возможно что-то в словах славы было правдой наверное она неплохо разбиралась в людях по крайней мере во мне хотя хотя как это возможно если я сам порой себя с трудом понимаю чем займешься когда смена закончится в смысле ну в институт будешь готовиться или какую-то специальность хочешь освоить все мои специальности просмотр аниме и интернет зависимость уже были освоены в совершенстве не знаю а ты у нас дома небольшое хозяйство хочу родителям помогать мне показалось это немного странно какое хозяйство при советской власти когда кругом колхоз но я решил не уточнять а твои родители кем работают а это типа славя а твои родители кем работают вот о своих родителях я совсем не хотел говорить с одной стороны в них нет ничего плохого напротив они добрейшие души люди но сейчас не самое подходящее время для таких разговоров папа в горкоме мама учителем я собрал хотя мои слова были в общем то недалеко от правды здорово похоже и действительно это казалось весьма прикольно наверное диалог зашел в тупик поэтому я пытался отвести от слави глаза смотрел то себе под ноги то в небо то по сторонам знаешь мне кажется у тебя в жизни все тоже будет хорошо задумчиво посмотрел на меня почему вообще она это сказала и почему тоже спасибо неуверенно ответил я но что ты имеешь в виду мне кажется ты иногда очень пессимистично смотришь на жизнь не слишком ли это откровенно с ее стороны возможно но у тебя все наладится возможно вот от этого разговора мне стало несколько не по себе с одной стороны в ее словах не было ничего особенного в принципе почти любой человек на месте слави мог бы сделать подобные выводы тем не менее казалось и не в первый раз что она видит меня насквозь ладно надо дальше убираться ага она улыбнулась и тоже взялась за метло никогда не думал что уборка может доставлять столько удовольствия нет я не расстроился из разговора со славей даже наоборот мне было приятно услышать мне подобное пожалуй впервые кто-то рассуждая о моей жизни не ругал меня не давал глупых советов основанных лишь на собственном опыте не ископался у меня в голове не делал после этого никаких-то далеко идущих выводов мне просто было приятно что меня кто-то поддержал нет не так мне было приятно что это сделала именно славя не говорю что-то у них там какая-то шура-мура получается вскоре по лагерю заграла музыка призывающая на обед и я с облегчением и чувством выполнил надолго отложив метлу в сторону направился в столовую кто шагает дружно в ряд пионерский наш отряд дружно в лагере совенок пионеры шагали в основном в столовую а ведь так хотелось занять место где бы меня никто не побеспокоил как в прошлые разы просто спокойно поесть а для этого надо прийти хотя бы не последним опять смотри там скучно такая народа но похоже события здесь происходит вне зависимости от моих желаний столовая была битком на входе как почетный караул у вечного огня стояла Ольга Дмитриевна ну что Семен как сегодня потрудился неплохо молодец молодец то ли еще будет да уж ладно садись девочкам она показалась за столик рядом с колонной за ними уже сидели Славя Ульяна и Лена неплохая компания по крайней мере не самая плохая я взял обед и подошел к ним не возражаете если я присяду мои слова прозвучали не только наигранно так как садиться все равно больше было некуда да конечно будь любезен Лена промолчала сегодня обед состоял из борща возможно даже с мясом этого установить дополнительно не удалось мясо птицы по всей видимости курицы обыкновенной с картошкой жареной традиционным традиционным компотом каждым разом еда здесь нравилась мне все больше это неплохая еда слушай да он так перечисляет и в принципе неплохая еда наверное я просто понял что выбирать особое нечего а в таком случае и нечего жаловаться нечего жаловаться на то что есть а что жаловаться борщ борщ это офигенная тема пюрышки там с котлеткой вот мне вообще понравились благо есть что есть пойдешь сегодня на танцы не знаю пойдет пойдет куда он денется радостно вставила Ульяна ты-то точно пойдешь конечно не упущу случая посмотреть как то опростоволосишься она попала в точку поэтому я решил не отвечать а ты спросил я лену да ответила она коротко видишь значит и тебе тоже стоит пойти славя слов не оставляла мне выбора не забудь фраг надеть Ульяна видимо была так довольна своей шуткой что громко рассмеялась сама пошутила сама поржала но ведь мне действительно ничего надеть весь мой гардероб состоял из пионерской формы и зимней одежды которая даже вечером вряд ли покажется уместной ты-то в чем придешь массовик затейник или массовик затейник массовик затейник секрет платьицы как на детском утреннике небось ульяна покраснела злость похоже я смог ее задеть нет костюм химзащиты специально чтобы от тебя не заразиться и чем ты планируешь от меня заразиться интересно ребята хватит не сварьтесь слабоумием конечно же похоже ульянка опять была очень довольна своим на ее взгляд искрометным ответом знаешь если ты уж болеешь гриппом то просудиться не получится в эту игру могу могут играть двое это ты на что намекаешь да так ни на что я хитро отвел взгляд то есть ты хочешь сказать она опять покраснела я ничего не хочу сказать ребята если в разговор вмешалась даже Лена то значит дело правда начало понимать плохой оборот ты допросишься чего что ты поумнеешь что ты поумнеешь наконец вместо ответа ульяна взяла свою тарелку борща и опрокинула мне на голову да ладно энд шпиль закончился неожиданным финалом ах ты маленькая она вскочила из-за стола и попыталась убежать но в этот раз у нее ничего не вышло я схватил ее за руку ну а дальше что не головой же ее об стол хе-хе-хе-хе немая сцена продолжалась несколько секунд вдруг ульяна ловко схватила компот и плеснула и мне в лицо от неожиданности я отпустил ее руку она побежала куда то в сторону буфета, я за ней результатами нашей гонки стало несколько опрокинутых столов гора разбитой посуды пять в разной степени покалеченных пионеров и вполне изнеможение обеих сторон можно сказать ничья боевая ничья слишком боевая ничья мы стояли друг напротив друга и тяжело дышали больше не будешь так? а ты? сзади к нам незаметно подошла Ольга Дмитриевна действительно такой погром не мог прийти без последствий ну что довольны собой? ее голос звучал спокойно и я был уверен что она вот-вот готова взорваться и кто все это должен убирать теперь? так и произошло то я спрашиваю кто? он! совершенно невозмутимо ответила ульяна она! менее уверенно возразил я поставила жирную точку в не успевшем начаться споре вожатая вообще я не был уверен что моя доля вины случившихся больше однако ульянка кажется вовсе не считала себя виноватой вот еще! не буду я ничего убирать это он все! он начал! вот и нет! вот и да! я не собираюсь разбираться в этих глупостях Семен иди возьми шпабру, совочек, тряпку и так далее в кладовке а ты? она посмотрела на ульянку таким взглядом что мне стало жалко девочку ты! немедленно начинай собирать разбитую посуду Ольга Дмитриевна отдышалась и многое продолжила а тебе одни проблемы сколько раз я тебе говорила я решил не дослушивать и пошел в кладовку которая находилась рядом с выходом тут у меня родилась прекрасная мысль а почему бы не сбежать? конечно Ольга Дмитриевна нас уже поймала но я то ни в чем не виноват может конечно образцовый пионер это не про меня но по сравнению с ульянкой в любом случае все спешу на нее тем более заняться мне больше нечем как убираться тут надо искать ответы истина где-то там пронеслась у меня в голове и музыка такая из секретных материалов так сбежать и остаться и помочь ульянке убраться Аааа Да не это как то по скотски получится если я сбегу Нет сбежать не самая хорошая идея Во-первых, меня уже поймала Ульяна Дмитриевна, а разбор полетов с ней устраивать совсем не хотелось. Во-вторых, как-никак, я тоже был виноват. Конечно, все затеяла Ульянка, но если бы я не реагировал, погрома можно было бы избежать. Наверное. Открыв шкаф, я взял метлу, швабру и совок. Ульяна Дмитриевна уже не была рядом с Ульяной. Она ушла? Как видишь. Ульянка выглядела расстроенной, весь ее детский задор куда-то исчез. Ладно, подожди, сначала пойду отмоюсь. Я бросил на нее злобный взгляд и направился к выходу. Мы в себя остатки обеда и вернулся в столовую. Но ничего не поделаешь, придется убираться. Это все из-за тебя. Она посмотрела так, что у меня невольно мурашки побежали по всему телу. Конечно. Я во всем виноват. Я уже... Я же у нас местное стихийное бедствие. Помолчи уж. Странно, что она не отлынивает от уборки. Ульянка могла спокойно оставить меня одного и убежательного. Почему-то, напротив, старательно собирала осколки и тарелок, мыла пол, поднимала стулья и столы. Она делала все так быстро, что я и не успевал за ней. Что-то ты через чушь стараешься. А чтобы быстрее закончить, дури. Голос ее звучал все так же недовольный. Слушай, ну ты же понимаешь, что нельзя себя так вести. По крайней мере, доводить до подобного. Я решил попробовать провести с ней нечто вроде воспитательной беседы. А я ничего такого и не делала. Это же ты меня ребенком обозвал? Ульяна взяла ведро с тряпкой и ушла в дальний конец столовой. Похоже, обиделась. Накинув взглядом в гору убитой посуды, я понял, что дело мы действительно натворили. Хорошо, хотя бы ложки и вилки металлические, если что, будет чем есть. Но вот только из чего. Слушай, крикнула меня Ульяна. Я подошел к ней поближе. А почему ты меня так не любишь? Ее лицо стало настолько серьезным, что я уже был готов поверить, это не просто череду розыгрыша. Почему ты так решила? Не знаю, поэтому и спрашиваю. Я тебя не люблю. Просто иногда ты себя так ведешь. Ну, сама знаешь. Это было чистейшей правдой. Как? Не знаю. Она подняла на меня полное любопытство глаза. Ну, зачем, скажем, было обливать меня компотом? Так ты же сам напросился. Впервые за все время уборки она улыбнулась. Да, точно. Я глубоко вздохнул. Ну и какой реакции ты тогда ждешь от окружающих? Никакой. Нехидно ответила она. Подговорив было поставлено жирной точкой, я молча продолжал убираться. Нам понадобилось несколько часов, чтобы навести в столовой марафет. А остальные так прям несколько часов жрали обед, да? Просто. И вот, наконец, вся битая посуда была собрана, столы и стулья расставлены, полувымыт. Мы с Уленкой сидели рядом с буфетом и отдыхали. Вот видишь, сколько приходится потратить силы из-за одной глупой выходки. А я совсем и не устала. Ход, струящийся по ее лицу, говорил совершенно об обратном. Что ж, рад за тебя. Чем займемся дальше? Ты не знаю, а я пойду. Нет, еще не все. Ты должен... Она замялась. Мне еще помочь. Придумываешь очередную глупость? Точно. Она широко улыбнулась. Тут я тебе не помощник. Мне на сегодня одного наказания уже хватит. А давай так. Если ты поможешь мне сейчас, я больше не буду над тобой прикалываться. Вариант, конечно, выглядел заманчиво, но я ни секунды не верил в честность Ульяна. Хотя ради интереса можно и спросить. И в чем же состоит твой хитрый план? Давай украдем конфеты. Что? Чего-то такого от нее и стоило ожидать. Конфеты детям. Сейчас как раз повариха пойдет мусор выбрасывать, так что нас никто не заметит. Я в этом участвовать не буду. Ну и ладно. Она фыкнула и отвернулась. Тогда я сама. И тебя, я не... Я не успел закончить фразу, а Уленка уже ловко перепрыгнула через стенку буфета, подошла к шкафу, открыла ее и начала рыться там. Да подожди ты! Мало тебе что ли проблем с Ольгой Дмитриевной? Она не отвечала. За такое тебя не просто убираться заставят. Ульяна закрыла шкаф. В ее руках я увидел большой пакет с конфетами. А ну положи на место! Она показала мне язык, выбежала через заднюю дверь. Это нельзя было просто так оставлять. Я метнулся за ней. У девочки была приличная фора, но я вложил в погоню все силы. Второй раз я ей не проиграю. Мы пробежали по площади, вернули их к зданию музыкального кружка и выбежали на лесную тропинку. Я уже почти догнал Уленку, как вдруг она остановилась. У меня аж так резко... У меня аж так резко задомозить не получилось, я сбил ее с ног. Мы повалились на траву. Догнал! Победно закричал я. И ничего не догнал. Смущенно ответила она. Ульяна лежала подо мной. Ее лица совсем рядом с моим. Я чувствовал прерывы с дыханием и жар тела. Конечно, сейчас она еще ребенок, но скоро станет женщиной. Все это меня сильно смутило. Насиловать будешь? Немного придя в себя, сказала она. А ты хочешь все-таки в данной ситуации больше детской игрой? А то. В смысле? Она хитро лгнулась и тихо хрюкнула. Или мне просто показалось? Вот я что-то не очень. Ну и ладно. Ульяна такая больно укусила меня за нос. В смысле? За нос. От неожиданности я немного привстал. Хорошо, что от неожиданности Семен немного привстал, а не что-то там другое у него там привстало. Этих мгновений как раз хватило ей, чтобы вырваться и отбежать на несколько метров. Смотри. Потом пожалеешь. Она громко засмеялась и вскрылась в лесу. Пакет с конфетами же остался лежать на земле рядом со мной. Интересно, она специально их бросила? Время облизилось к ужину, так что нужно было поскорее вернуть конфеты. И желательно, очень желательно остаться незамеченным. Конечно, я объясню всю ситуацию, что их украла Ульянка, но кто мне поверит? На ходе в столовую меня уже ждала Ольга Дмитриевна. Молодец, Семен. Это вы про что? Пакет с конфетами я прятал за спиной. Он был прозрачен, да и таких раздвинул, что в карман не запихнешь. Я про уборку. Все чисто и аккуратно. А, да. А Ульянка где? Я бы и сам хотел знать. Она скоро придет. Хорошо, ну и иди ужинать тогда. Я зашел в столовую. Там, что неудивительно, было полно народу. Опять. Они... Они это... Что-то жрут и жрут сидят. Просто целый день сидят и жрут. Сколько же обедали? Как нам пакет так, чтобы меня не заметили? И я и представить не мог. Конечно, можно вечером, но сейчас-то куда мне его девать? Семен? Я обернулся. Передо мной стояла Славя. Ой, а что это у тебя? Она посмотрела на пакет, который я не успел спрятать за спиной. Раскрыл, раскрыт, разоблачен, опозорен и раздаблен. Это конфеты. Откуда? Украл откуда? Ульяна отдала. Понятно, значит он опять за свое. Опять? Но она уже не первый раз ворует конфеты. И почему я не удивлен? Давай я их отнесу. Спасибо. Славя в очередной раз послали. Она взяла пакет и направилась к буфету. У меня не было никакого желания слушать, что она будет говорить, отдавай конфеты, так что я стал быстро бегать глазами по столовой в поисках места. Похоже, мне предстояло ужинать с Электроником и Шуриком. Здесь все равно больше было негде. Приветствую, господа. Когда я общался с ними, у меня то и дело возникло желание подколоть или просто сказать что-нибудь забавное и смешное. Может быть в моем положении вести себя так несколько рискованно, но братья Электроники служили для меня источником позитива. Как ваши дела? Неплохо, а твои? С переменным успехом. Что-то случилось? Да, много всего случилось. Расскажешь? Как-нибудь в другой раз. Как хочешь. Он развел руками. После ужина танца Электроник хихикнул. Я в курсе. Кого хотел бы пригласить? Не думал еще об этом. А ты? Я, ну, я, кажется, он не ожидал такого вопроса. Ульянку? Она обрадуется. Ну уж нет. Электроник неистого замахал руками. А ты, Шурик, пригласи Алису. Я, пожалуй, сдержусь. Он выглядел спокойно своего товарища. Да ладно вам, ребята, весело будет. И вообще. У нас еще дела. Нам нужно работы... Нам нужно робота доделать. Отличная идея. Пригласите робота. Он у вас умеет танцевать. Он еще даже и не ходит. Шурик, кажется, не понял прикола. А что? Будет прекрасная демонстрация на наши достижения перед всем лагерем. И что мы покажем? То ты прав. Они оба расстроенно уткнулись в тарелки. Окей. Окей. Ладно. В принципе, я так полагаю, ужин, наверное, уже подходит к концу. Вот. И далее нам надо отправиться в медпункт. И потом, я так полагаю, на танц. Окей. И этим мы займемся уже в следующей серии, дорогие друзья. Вот. Это мы заканчиваем. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм. Ссылочка на прохождение плейлиста будет в описании. И с вами был Валерий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok